Собственно говоря, понятно, что Владимир Александрович не будет присутствовать по уважительной причине. Я думаю, вы её знаете. Думаю, можно ему поаплодировать. Вот. Да, поэтому это наш первый концерт без Вовы. Что же такое вечерний квартал без... Извините, я забыл отключить. Да, так вот, что такое вечерний квартал без Владимира Зеленского? Это... Я же вроде отключил. Сейчас, секунду. Да. Вечерний квартал без Владимира Зеленского. Боже мой, да что ж такое, ну? Э, Жень, правительственная связь. Алло. Алло. Ну шо вы там? Господин президент. Здравствуйте, здравствуйте. Не, ничего, нормально, вот в Турции концерт даём. А, смеются люди? Ну, пока нет. Давай, приеду. Зачем тебе приезжать? Слушай, они не смеются, потому что мы ещё не начали концерт. Вы шо, начали задерживать концерты? Слушай, мы и при тебе задерживали концерты. Это не при мне. Это при Порошенко вы концерты задерживали. Это всё, я продолжу трубку. Короче, всё, ладно. Вы извините, пожалуйста. Человек... Человек волнуется, это вот дети... Да что ж такое, ну? Алло. Ну шо, начали? Вова, нет, не начали. Если ты будешь звонить каждую минуту, мы его не начнём. Ты реально мешаешь? То есть ты хочешь сказать, что гарант Конституции, главнокомандующий вооружённых сил Украины, мешает тебе выступать? Ну тебе ж мешал. Ладно, не буду мешать. Можно только попросить? Что? Ну, чтобы люди похлопали. Мне будет приятно вспомнить эту атмосферу. Похлопайте, пожалуйста, да. Ну? У вас что, не полный зал? Почему не полный зал? У нас полный зал, у нас биток, у нас яблоку негде упасть. Обидно. Я думал, люди в основном на меня ходят. Не, ну есть пару свободных мест, конечно. Помнишь прокурора, который всё время брал билеты в первых рядах? Носом крутил, не смеялся. Вот его нету. Я знаю. А можно в зал сфотографировать? Я могу, конечно, но зачем? Да там 30 человек в Раде не хватает. Не можем найти. Вова, пожалуйста, не надо. Я тебя прошу. Ладно, ладно. А шо? Вы там, ну, говорят, новенький взяли? Взяли. Кто такой этот Вова Мартынец? Ты его прекрасно знаешь. Это актёр Лиги Смеха. Стадион Деброва. Ну, стадион, так стадион. Так. Короче, всё, реально достало. До свидания. Дякую, крапка. До побачення. Да ты посмотри... Алё! Ты почему трубку бросаешь? Не, а шо только тебе можно или шо? Я по делу. По какому делу? С сегодняшнего дня у вас будет новый актёр. Да. Он, кстати, Порошенко хорошо пародирует. И кто это? Порошенко? Слушай. Ну, перестань. Реально достало. Хватит. Всё. Вырубайте телефоны всех к чертям собачим. Не надо. Значит, что такое... Да ладно. Да ладно. Алё. Это я. Я вот что думаю. Может, вам на Квартале тоже тест на наркотики всем сдать? Зачем? Ну, я тебе по-громкой звоню, а ты со мной по обуви разговаривай. Слушай, Вова, реально, я тебя прошу, пожалуйста, ну не мешай, ну не начинай, ну. А ты уже говорил добро пожаловать в Черный Квартал? Нет, ещё не говорил. А можно я скажу? Ну, последний раз. Ну, если вы так просите, господин президент. Только это на видеосвязь меня выведет? Тём, выведи, пожалуйста, его на видеосвязь. Добро пожаловать в Вечерний Квартал. Зрители Квартала делятся на два вида и различает их всего лишь ударение в слое. Одни приходят на концерт вовремя, а другие – вовремя. Так, ну шо тут, здрасьте все. Здрасьте. Я говорила ж тебе, Вова, давай быстрей. Да шо ты переживаешь, без нас не начнут. Это уже начали, походу. Ну, начали и начали, пошли. Здрасьте. Ничего с этим Кварталом не случится. Да ты вечно вот это собираешься. Ага, ага. А шо ты шубу напялила плюс 30 на улице? Ничего страшного, потерплю. Пусть все в Турции видят, шо я в Греции была. Здрасьте. 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 Здрасьте, говорю, шо вы? Да я поздоровалась, здрасьте. Шо ты пристала? Человек бухал всю ночь, просто трясется головой. А я думаю, шо он это так? А он не здоровается, пошли дальше. Здрасьте. 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 Шо тут? Ух ты. О! Колян! Игорек! Столько лет знаем друг друга. А я тебя не узнал, ты просто возле бассейна ночью голый, без плавок, другое лицо. Да вообще. Ну, ничего страшного. Ты там это, плавочки на бортике забыл. Я взял. Они сейчас на мне. Ага. Я поношу, потом отдам. Хорошо. А это рядом, это Натаха? Супруга. Извини, брат. Ну, тогда шо, Натаха свободная, да? Здрасьте. Да, да. Здрасьте. О, а я смотрю, вот, вы, женщина в голубом костюме, и тут раньше меня, да? Слушай, ну, везде успеют, да? На завтраке всех гребешков съели, мне не досталось. На обеде лангусты глотали, все вам мало было. Прям королев на море продуктов, ты посмотри. Вова, не хами женщину. А, простите, тетя. Вы же культурные люди. А где мест... Где вот это? Я вот это извиняюсь сейчас, конечно, сильно. У вас шо? Я не поняла, это наши места. У вас билеты на эти места? А у нас на эти места полотенце. Не, ребята, так не пойдет. Я шо, в шесть утра зря прибегала, их тут оставляла. Все, давай, забирай свою косточку. Идите отсюда, идите, идите. Ты посмотри, а? Все, вперед, вперед, вперед. Ты посмотри, что делают. А, посреди концерта, артисты выступают, они пошли, а? Вот же, шах. Никакой культуры. Я их сейчас остановлю, тебе что-то в баре взять. Да иди сюда уже, господи. Иди уже, садись. Да как я сяду? Да плавки ж мокрые. Вот ты горя, ладно. Ну, давай. Как мы любим, да. Давай, переодевайся. Да шо, ты прямо... Немного... Немного неудобно, правда. Да ладно, кому ты нужен? На маленьких никто не смотрит никогда. На, держи. Крухани. Как вам, ребята, природный кондиционер? Ой, слушай, ну контингент, конечно, приехал. Я тебе говорю, да. Я не могу. Ну шо, сели, все. Ты звук на телефоне выключил? А, надо выключить, да. Не дай бог, хозяин услышит свою мелодию, да. Кальян. О, Ахметик, спасибо большое. Спасибо. А шо, зонтик точно не дай, да? Не, не, зонтик. Доллар. Доллар, иди нафиг. Ага, понял. Хорошая трубка эта, хорошая. О, вседал, и вся, как вот укажут, да. Так, все, смейся, давай. Да, надо. Там же смейся. Зачем я смеюся? Да потому, что кто громче всех смеется, того потом по телевизору показывает. Ага, тебе не кажется, что я выгляжу как дебил? Чего? Монатик танцует, а я ржу. Ну, кто такой? О, сейчас Женечка вот там сейчас выйдет. Так, люблю Жеку. Жека Кашевой вообще, мы уже друганы. Да ты шо? Да, он мне вчера на футболке написал, да пошел ты нафиг. В смысле? Откуда я знаю, может человек так расписывается. А ну, а ну, слушай, малая, а ну сделай фотку, типа лысый у меня на ладошке танцует. Ага, давай, да. Есть, да? Ага. А теперь а ну сделай, как будто бы я лысого за голову кусаю, вот так. Та не, Вова, ощущение, что ты не лысого за голову кусаешь, а чупа-чупс облизываешь. Не надо. Ой, слушай, хочешь тебе свои фотки с кварталом покажу? Я вчера со всеми, со всеми перефотовалась. А ну, ну, все там. Степа Казарин, а? Казакин. А, Казакин, понятно. А вот Лена Кравец. Ленка Кравец. Ага, видишь, похудела. Да. Ну, не очень похудела. А вот, смотри, кто? А? Узнал? Не, я не знаю, кто это без головы. Да ты шо гонишь, это жутко. Комповский волк. А че он без головы у тебя на фу? Ну, понимаешь, тут надо было выбирать. Либо видно мои новые туфли, либо жутко без головы. А вот тут уже с головой жутко. С головой, да. Потому что шо, я догадалась туфли в ручки взять и сфотографировать. Умная ты, умная женщина, да. Шо там кум наш рассказывает? Ой, кум, ты знаешь, Коля, он же живет через стенку с Поляковой. Да ты шо? Да, три ночи слушает там ее пение. И шо рассказывает? Да говорит, шо у нее реальная сопрано, а у ее мужа такой ритмичный тенор. И говорит, он все время аплодирует там ей. Ага. Вот ты мочишь, тебе тоже в квартал надо. Да я бы им замочил там на сцене. Ой, ну пацаны сейчас будут, я думаю, отжигать. Слушай, как они вот это выдерживают? Да вообще, я не понимаю. А ты говорила, они выдержат. Вчера всю ночь бухали, сегодня выступали. Да. Причем потом бухали, пошли на дискотеку всем кварталом. Потом танцевали до тех пор, пока всех людей не разнесли по комнатам. Молодцы. Потом вернулись, да танцевали. Сами уже, без людей. Потом друг друга разнесли по комнатам. Молодцы. Потом только Ленка Крави свернулась, но она мать, она может, да. И не угомонилась, пока диджея не отнесла, уже потом уснула и на зарядку прям пошла. Ой, молодцы. Такая женщина. Слушай, молодцы. Крепкая женщина вот. Слушай, а я вот это думаю все время. А как ты думаешь, Зеленскому страшно про Порошенко шутить? Не, не страшно. Не, неприятно, да, но не страшно. А я, кстати, вчера с Зеленским в море вместе плавал. Да ладно? А серьезно, я зашел, значит, по пояс, и он по пояс. Стоим так, плаваем так по пояс. Ага. Слушай, у меня у тебя вопрос. Как ты думаешь, Зеленский, он в море писает? Кто, Вова? Да. Да ты шо, Мася, никогда. Вот такой президент нам нужен. Шо, держит, держит удар, ты понимаешь? Крепкий мужчина. Ты посмотри, а шо ж твой любимый Вакарчук, уже все? Вакарчук Красавелла по всему Киеву плакаты 24 августа. Приходите на Олимпийский, новые песни, конечно. А зачем вот это? Как это? Чтоб еще раз на всю страну сказать, что он не идет в президенты, мужик. Ага, ну понятно. Кстати, ты последний анекдот слышала про Зеленского и Вакарчука? Нет. Ой, смешной. Короче, слушай, значит, встречаются Зеленский с Вакарчуком. Где? Во втором туре. Ага, еще, еще. Еще дальше, знаешь. И один другому говорит, слушай, я точно побеждаю, а ты у меня на инаугурации будешь выступать. Ага. А второй ему отвечает, нет, я точно побеждаю, а ты у меня будешь на инаугурации выступать. Тюмася, что-то я не поняла. На инаугурации будут петь или шутить? Конечно, шутить. У Вакарчука вот такое чувство юмора. Ты что? Ой, да. А, это получается, что Юлю все, ты списал со счетов, шансов нет. Да ты что, Юлька крепкая женщина, у нее миллион шансов. Было, есть и будет еще в жизни много, много, много шансов. Ты что-то сейчас, Мася, запутал меня окончательно. Что? Так на инаугурации будут петь, шутить или плакать. Роднуля, не важно, что будет на инаугурации, петь, шутить или плакать. Лишь бы у Украины все было, как у нас с тобой. Конфетно. Букетный период остался в прошлом. Ой, не говори. Ну, здравствуйте, Турция. Добрый вечер. Мы начнем. Ой, Слава, все вышли уже, ребята. Что же мы с тобой, вот это, хоть цветы надо было купить, а? Ничего страшного, я с полудника украл арбуз. Точно, он как раз в форме розы. Давай, роднуля, давай. Ребята, от всех людей. Ух ты, е... Что ты делаешь? Мужик, отдыхай, слушай. Этот арбуз, ребята, вам. Да пошел ты нафиг. Он меня узнал, ребята. Иди.